всем доброе утро ребят с вами Ваня Гребенюк сегодня у нас будет очень интересное видео о том как мы катаемся в Рамстерленде сейчас время у нас 8 утра мы только собираемся выдвигаться сейчас пойду будить ребят будет интересное видео смотрите не переключайтесь в общем урожая полно все идем будить ребят короче сейчас еще подъед ребята мы выдвигаемся на станцию электрички садимся к ребятам в электричку и стартуем в лэнд мчимся на электричку с пацанами у нас осталось мало времени надеюсь что мы успеваем на электричку на и просто под рельсы полетел на наша электричка там уже пацаны нас ждут симки есть и так ребят сейчас будем знакомить вас со всеми персонажами первым Александр Саня Бургер Вадим из Саратова Саня из Саратова Рома с Новогиреевым всем привет самокатом пацаны вот такой самокат вы можете купить в магазине кик скутер шоп итак ребят сейчас мы переместились в магазин кик скутер шоп чтобы рассказать вам новогодние акции а именно при покупке от трех тысяч рублей вы можете получить подарки такие как ВОЗ КСС подшипники чехол для самоката чтобы убрать его самокат чтобы он зимой не замарался или его вам не сломали вот в таком чехле вы его уберете и вам его не сломают в самолете там не покалечат не поцарапают так что акция действует как в магазинах так и на интернет заказ так что покупайте и получайте свои подарки а мы погнали смотреть влог дальше в общем мы доехали до Павловского посада сейчас идем в магазины закупаемся водичкой всем вот этим вот провизией так сказать и стартуем в лэнд в общем мы доехали до рамстроя пацаны подъехали тут сразу встречает разгонка надёртые вот она разгонка лопухи такая вот здоровая подушка сверху наверно высотонная как этаж 2 вот это приземление получается вот так едешь и уезжаешь туда в ледку а тут строится огромный ангар где уже скоро будет просто гигантский скейт парк чтобы вы понимали вот этот вот ангар по площади будет в пять раз больше чем рамстро хаус на шеста энтузиастов короче здесь будет очень много всего просто посмотрите это еще ну вот конец ангаров а если туда ну просто бескрайний еще раз рассказываю обстановку мы находимся под деревня в Красной Дубраве здесь огромный лагерь пацаны собирают вылет основной и тут есть маленький который мы поставим почти вплотную будет как учебный БГР сейчас будем ставить резкий вылет подготовили палки чтобы он не падал потому что земля конец будет стоять на панере получается сейчас будем двигать дальше давай 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 в общем один вылет уже почти поставили сейчас идет корректировка чтобы он стоял ровно не такой уж и простой процесс установки просто вылета казалось бы короче пацаны я хочу залезть на разгонку и показать вам как это то есть может никогда никто не был на БГР и показать как это выглядит со стороны залезаем вот в общем маленькая разгонка отсюда пацаны никто не пуляет я не знаю для чего она сделана потому что с нее разгона не возьмешь на БГР да отсюда не разгонишься даже короче я сейчас нахожусь наверху самой разгонки большой прям с тройлэнди тут вот такой вот скат страшный достаточно тут такая ветка и она очень смущает меня потому что ты не видишь отсюда пролета помимо того что тут катаемся мы тут огромное количество ребят которые катаются на электротехнике то бишь вот на таких моноколесах на электровеликах самокатах некоторые сегодня будут прыгать этот пролет короче мы забрались на самый верх идеально пустили нарезе пока что у нас не натянутая веревка сейчас пойдем искать веревку потом нам надо еще сделать вот ту подушку в ледку короче нас тут девочки на пару часов вот такой вот тут дом тут ночуют получается ребята холодильник есть и здесь есть бассейн просто купель вот в общем тут стоят палатки палки кирпичи и я вижу вот там еще один походу бассейн это реально бассейн просто уже всем холм заросло краски нету гвозди везде торчат обалдеть реально просто вот бассейн я не знал даже что тут такое есть я тут уже не знаю раз наверное десятый я первый раз вижу вот этот вот бассейн обалдеть в общем добрел я до следующего здания тут тоже ни разу не был уже вот из-под драйвила можно ее взять вот тут вообще не дужно дом просто в отличном состоянии относительно других на работу лужи видимо течет крыша но я думаю если здесь сделать ремонт все залатать вон туда же подушки кровати есть обалдеть поставим вот этого гиганта кое-как его просто оттуда тащили до сюда сейчас все чистим доделаем вот ту маленькую подушку и будем прыгать идем кататься в общем мы уже конкретно задолбались я не знаю какой час мы уже это все делаем мы приехали сюда в десять сейчас уже часа три наверное сейчас будем уже кататься я очень уже этого жду так что я думаю лайк можно поставить на видео только из-за того что мы такие грязные руки так быстрый экскурс разгонка пологий вылет маленький резкий учебный пролет с резким вылетом тут куча матов чтобы ребята если не долетают прыгали сюда подушка влетка чтобы только поставить ее мы потратили наверное часа полтора чтобы натянуть сзади тросы чтобы она не улетала вдаль задолбались не конкретно вот тут качает насос и вот эти тросы мы натягивали чтоб когда в нее влетали она не улетала назад сейчас фадюха будет прыгать смотрим погнал фронтон два фадюха наклеивает мне крепление чтобы снять от первого лица в общем мы поднимаемся на разгонку сейчас будем пулять вот так это выглядит от первого лица фонтон на фонтон в общем мы не можем чтобы снять от первого лица на фонтон приземлился. Красавчик. Раз, два, три. Спокойно, спокойно. Кэш-ролл. По-моему, он... Есть, два фронта сделаны. Давно очень не делал, доволен. Да. Пока что Санёк тут собирается. Я собрался делать твистер оригинальный, давно не делал, тоже сейчас будем вспоминать. Есть. Сделал твистер. Санёк прыгает, Санёк прыгает. Смотрим. Красивый неинтересный. Срочно, нужны первые комментарии. Там скорость, а как будто в какой-то видеоигре. Я просто... Всё, просто ветер сильно лечу, не знаю. Я не могу говорить. Всё, у меня всего трясёт. Я еду такой-то сначарно, нормально, нормально, а потом просто... В гонках на этой зелёной хернёвы. Наезжаешь, она тебе туру просто ускорение. У него идеально. На моноколесе погнал. Давай, 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 давай. О, я пропустил ногами доску. Раз, один, ну, тоже неплохо. Кошеровый патахильчик. Есть. В общем, сейчас сделал стабильный трюк. Кошеровый патахил. Сейчас попробую добавить ещё один випчик. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что сделал с первой. Короче, планы меняются. Делка шоу вип на хил, на бар. Страшно. Вип хил, бар. Всё, делаю, делаю, делаю. Блин, почти сделал. Сейчас буду добирать. Фу. Не знаю world fest это или нет. Пишите в комментах. Два хлеба. Раз, два. С первой попытки я в шоке. Есть! Сегодня уже день потихоньку подходит к концу, вон солнышко начинает заходить. Сейчас хочу сделать From From Bay. Так сказать, сегодня вспомнил все трюки. Сделал один новый. Перед From ФБ надо пройти плак проверочку. Поехали. Бар спинчик. Накартили. Немножко сейчас разбились. Но все нормально. Фу. Все, надеюсь, сейчас не разобьюсь и сделаю. From fly from ray. Погнали. Есть! Пацаны, супер страшно. Ни разу нормально не прыгал по прямой. Один раз упал с нафинга, хочу попробовать треху. Погнали. Супер аккуратно. В общем, я думаю, вы уже поняли, что на БГРе делать трюки без сальтух. Так себе идея. Короче, пацаны решили сейчас попробовать покататься вот на этом вылете. Он более резкий и попробовать скатиться вот с той мелкой разгонки. Большой они решили не скатываться, а попробовать с мелкой. Не знаю, что сейчас вообще будет, но надеюсь, сейчас все будет хорошо. Так что смотрите. Оп. Сразу с кэшиком. Короче, резкий вылет такой себе. Не очень удобно, подбивает под конец. Потому что слишком резкий и много скорости, поэтому с него кататься нет смысла. Не только я говорю о том, что резкий вылет не очень. Вот человек упал. Три раза не смог долететь. Переносится. Ну, в общем, скорее всего, мы его просто уберем и будем все прыгать с основного вылета. Пацаны сидят, первый раз прыгали. Че пацаны скажете вообще про БГР? Капель первый раз страшно прыгать вот здесь. Эмоции вообще незабываемые. В общем, Артем стесняется камеры, боится ее. Так что мы передаем камеру Романычу. Идем с вами немного почилим, покатаемся. Потому что сил уже нету, а Романыч нас подснимет. Он не отстригивает вообще. Я толстый бушков. Флип бар. Бар. Ванек, короче, хочет сейчас сделать флип 4 бара. Не знаю, трудно, нетрудно, но мне кажется, он сделает. Держи! Пятин, какашка. Раз, два, три, четыре. Короче, флип 4 бара сегодня у нас отменяется. Потому что мы идем кушать, уже там все кушают. Все пацаны хотят есть. Я бы добрал, но пацаны не хотят уже снимать, все устали. Поэтому будем считать, что я сделал без уоза. В общем, наша еда готова. Вон, пацаны, уже сэндвичи с сосисками себе делают, хавают. Все грязные, уставшие. Вон у нас тут сосиски, майонез, кетчуп. Саня, вот, сосиски хавает, хлебом. В общем, все накатались, наелись. В общем, мы ждем такси, едем домой. Завтра будем еще снимать, кататься. Потому что Фадюха хочет покататься от первого лица. Все еще хотят сделать трюки. Мы остаемся на даче и завтра тоже поедем. Так что наше видео не заканчивается. Ребят, мы доехали до дачи. Пацаны, какой бомбезный торт спекла мне бабушка. Это вообще бомба. В общем, все наелись, все уже уставшие, помывшиеся. Мы ложимся спать. До завтра. Пацаны, у нас 10 минут до электрички. Мы только выходим с участка. Нам идти 10 минут. Надеюсь, мы успеем на елку. Кое-как успели на электричку. В общем, стартуем. День на борту. Добрались мы до нашей подушки. Подушка уже надута. Там сейчас будем надувать в ледку. Сейчас кушаем, отдыхаем и начинаем прыгать. В общем, история с подушкой в ледку у нас не заканчивается. Мы сейчас идем за веревками. Потому что вчера у нас уезжала то вперед, то назад. Уехала под конец вообще вбок. Сейчас мы ее привязываем к соснам, к тросам, чтобы они ездили и было все четко. В общем, спустя долгое время мы расперли веревками с двух сторон подушку, чтобы она не падала, не переворачивалась. Чтобы с ней было все четко. Привязали еще вот тут к соснам ее. Нормально, короче, задолбались. Она вот надута уже, все четко. Так что в целом уже БГР готов. И он в отличном состоянии уже. Не как вчера. Что все время надо что-то делать, корректировать. Здесь машина, которую топил Дима Гордей зимой. Вот, Мерседес. Машина вот в таком вот просто. Осколки снизу в ужасном состоянии. Стекло все потрескается. Тут вырез, чтобы, если что, не утонуть. Возвращаемся в этот дом с этой перилой. Пацанам будем показывать, что тут. Короче, тут обычные коридоры, жилые корпуса, получается, комнаты. Вот ванна вообще. Еще туалет и зимний. Вот. Еще одно срали. Туалеты. Блин, на самом деле очень круто. Я очень жду, чтобы тут прорвелась реконструкция и тут были реально жилые корпуса. Потому что это будет вообще новый уровень какой-то российского экстремального спорта. На втором этаже какой-то зал. Вот там стоит еще один такой же дом. Но, я думаю, туда даже нет смысла идти. Все тоже самое. Уже обои отклеиваются. Это, видимо, самое проблемное тут место. Вот тут все мокрое. Мох растет от того, что течет крыша. Но это вообще жесть, короче. Короче, мы вышли из этого дома. У меня в голове появилась такая идея. Вам было бы интересно смотреть на то, как бы мы восстанавливали какую-нибудь часть дома или комнату и жили бы здесь, это облагоустраивали. Если да, то напишите об этом в комментариях обязательно. А мы идем дальше. Здесь вот стоит вагон с какими-то ковриками. Это шок-контент. Романыч порвал штаны. Покатался просто. Рассказывал про то, что там есть огромный ангар. Вот здесь какой-то такой небольшой, наверное. Не знаю, что тут будет. Может скейт-парк, может батут. Вот урокуски. Ну, тут склад, получается, бывших фигур каких-то. В общем, и старые дома, видимо, как дачи. Тоже сейчас пройдемся тут, посмотрим, что тут вообще есть. Короче, идем тут и понятно, что это явно не дача. Потому что тут как будто какое-то место сбора, дом, еще один дом. Тут какой-то столб стоит между сосен. Вон еще один упавший столб. Бетонный это, наверное, был туалет. Ямы какие-то, видимо, канализация проваливающаяся. Вон огромный дом, еще один. В общем, я увидел издалека граффити какое-то. Вот оно. Тут какой-то рисунок был. Тут даже в более-менее нормальном состоянии пол. Вон там лежат какие-то остатки. Выглядит это все очень странно. Не знаю, может кто-то секта или еще что-то. Бог его знает. Короче, мы почти сделали круг. Тут еще одно кирпичное здание. Там еще одно кирпичное здание с рисунками. Туда мы не пойдем, мы уже устали гулять. Винни сегодня открывает у нас прыжки. У меня фронтфлип, Аский. Случайно фронтфлеер сделал. В общем, идем прыгать. На моноколесе поехал. Это жесть полная. Первый прыжочек сегодня. Такой спокойный кэшролл. Слишком медленно закрутился, поэтому не сделал. Парень на моноколесе завозит на разгонку мой самокат. Бам! Пацаны, у нас день номер два, мы уже на разгонке. Романыч поехал. Фронтфлип. Красавчик. В общем, ставьте реакции, если ждете вот это вот видео. На месте. Катаемся. Катаемся. Ты ехал на левую кнопку, да, чтобы не ехали. Чуть не сдох. Чуть не сдох. Фронтфлип. Фронтфлип. Скрутил. Глопрошека, решил оторваться от моего шлема. Ничего страшного. Илюха сейчас будет делать кэшролл первого жизни. Забираемся наверх, смотрим на это. Так, пацаны, вроде, собрались уже делать кэшроллы. Рома вчера его один раз сделал здесь. Даже, по-моему, с Твипом сделал. Смотрим на его, и за ним поедет Люка. Кэш-ролл есть. Сделал. Смотрим. Тем временем, Люка там стоит, боится, собирается на кэш-ролл. Но я думаю, у него все получится. Так что смотрим в прямом эфире, не переключаемся. Пацаны, короче, будут вдвоем пробовать кэш-ролл. Пинкрат Артем будет пробовать. И Илюха. Тема пробует первым. Смотрим на это. Я думаю, что он просто сейчас приземлится на попу или в колеса. Идеально! Илюха, попытка номер два. Погнал. Почти сделал. Тема едет. Вторая его попытка кэш-ролл. Промс-лэйр. Насовская. Парень на монокольсей прыгает первый раз в жизни. Смотрим. Фронт. Да. Вот, барон сделал. Красавчик. Стой. Темик поехал. Третья попыточка. Я ему сказал, что надо сделать побольше градусов. Думаю, у него все получится. Ебой! В общем, тема сделал. Илюха, давай, делай дорожку. Короче, мне кажется, Илюха сейчас тоже сделает. Потому что они друг друга за это замотивировали, закушали. Я же сказал. Я же сказал. Но он просто в шагах. Ну что, какие эмоции эти вообще? Жесткие. Я потому что я в боку летаю на самом деле не так. А ты? Чемпион России. Я тоже так думал. Он сделал. У меня мотивация жесткая. И все я сделал. Тем временем, пока мы только начали кататься, уже примчал Фадюха на своем мотике. Вот он. Короче, парни, во время раскатки произошла такая очень серьезная ситуация. Ваня сломал ногу. Да. Это не шутки. Вань, как ты себя чувствуешь? Да, в этом где была неповезовая. Ребят, я сломал ногу. Делал твистер. И нога ушла под меня. В общем, я расстроен. Буду восстанавливаться. Красава! Все мы за тебя топят. Вань, все мы тебя любим. Сейчас очень тяжело будет продолжать влог наш. Мы не знаем дальших путей. Ничего мы не знаем. Как мы поедем вообще скорую сопровождать Ваню. И вообще будет какая-то мотивация сегодня уже кататься. Потому что после этого сразу пропадает мотивация, к чему-либо стремится. Появляется очень сильно большой страх. И нет желаний. Но еще к тому же погода напорсилась. Это называется несчастный случай. И Ваня знал, к чему он идет. Это экстрим. Это большой спорт. И один из самых травмоопасных. Скорая уже приехала. Ваня сейчас делал это бейсболк, как я понял. Я с ним еду как сопровождающий, надеюсь. Ехать совсем немного в ближайший город Иряхозуево. Его там по месяцу сделают рентген. И за ним приятные родители. В принципе так. Держим за него кулачки. Все, парень, мы уже едем скорой. Ваня, держись. Мы тебе верим. Да. Скажешь пару слов или нет? Ну что, я делал твистер. Нога завернулась под меня. Я села, она вывернулась. Прям слышал хруст. Сразу понял, что опять... Опять лежачий полицейский. То, что опять сломалась нога. Немного расстроен, потерян. Ну, так бывает. Это просто болевый шок вот такой. Все, все. Чтобы вы понимали, то, что мы сейчас ехали в лесу, и каждая кочка для него оказалась полным адом. А мы сейчас проезжаем большие лежачие полицейские. Ну, как вы заметили, мы подпрыгивали прям для него. Это очень больно. Короче, уже сидим на рентгене. Ваню отправили, сейчас закрываю дверь. Будем ждать результаты. До этого мы ожидали назначения. Вот. Покажется, что дальше будет. Так, ребят, видеоблог подходит к концу. Как видите, я уже в шлеме, в защите. Со мной все хорошо. Я успешно восстановился спустя примерно три месяца. Об этом есть большой у нас подкаст с Саньком Шевченко. Вот тут где-то, получается, вот здесь должна быть ссылочка. Можете посмотреть. Там очень интересно. Много чего-то интересного для себя узнаете, я думаю, точно. Так что, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях свое мнение о этом видеоблоге в целом. И я почитаю ваше мнение, у него будет интересно. Все социальные сети в описании. Подписывайтесь, следите за новостями, ждите новых видеоблогов. Субтитры создавал DimaTorzok